Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина. Европейский союз и его члены должны добиваться создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России, гласит резолюция Европейского парламента, принятая в четверг, 19 января, в Страсбурге. За нее проголосовали 472 евродепутатов, против 19 воздержались, 33 передает ДВ. Специальный трибунал, по аналогии с Нюрнбергским процессом после Второй мировой войны, где судили нацистских лидеров, должен создаваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, желательно через ООН, решил Европарламент. Подобные трибуналы создавались по решению Совета безопасности ООН для судебного преследования лиц, виновных в совершении военных преступлений в бывшей Югославии и Руанде. Главная задача авторов инициативы, найти для этого общий юридически обоснованный путь, а главное условие, суд должен обладать юрисдикцией для преследования Владимира Путина, политического и военного руководства РФ, а также Александра Лукашенко и руководства Беларуси как государства, села территории и при поддержке которого Россия ведет войну против Украины. Дело в том, что за преступление агрессии несет ответственность высшее руководство страны, но на него распространяется международный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции. Это значит, что для подобного трибунала необходимо снять иммунитет. Для этого и нужна мощная поддержка мирового сообщества, поскольку Совет безопасности ООН парализован в любом вопросе, касающемся войны в Украине, ведь Россия – его постоянный член, обладающий правом вето. Поэтому ЕС и Украина должны искать поддержку в Генеральной Ассамблее ООН и на других международных форумах, активно используя публичную дипломатию и стратегическую коммуникацию, подчеркивается в резолюции Европарламента. Продолжение следует...